Итак, друзья, я сегодня буду вашим капитаном, а вы моей дружной командой. Договорились? Вы готовы? Ну-ка еще громче, готовы? В морское путешествие отправились второклассники на уроки искусства. Сегодня им предстоит познакомиться с техникой коллажа, а после изобразить с ее помощью пейзаж побережья. За штурвалом педагог дополнительного образования с 8-летним стажем Анастасия Бабанина. Что-нибудь слышите? Да! Что это? Это полный чай. Для Анастасии это не просто занятие. Сегодня ее как педагога оценивает жюри ежегодного городского конкурса «Педагогический звездопад». Сложности добавляет и то, что урок проводится в чужом классе. Мы работаем в середину, и в середину мы будем приклеивать наши волны. Как будто мы приехали к морю, и мы смотрим на этот очень красивый летний пейзаж. Это лучше, чем сидеть за партами и писать штук. Почувствовать себя учениками на уроке смогли и члены жюри. Им также достался конверт с заданием. Белеет парус одинокий. Вот так будет называться моя картина. Это здорово, это очень интересно самому окунуться в это состояние. Тогда, наверное, больше шансов понять, как действует педагог, что он делает, какие методы использует. Метод создания тематической атмосферы с использованием звукового сопровождения и активности Анастасия практикует четвертый год. Рассказывает, что ее душа всегда тянулась к творчеству. В конкурсе участвует не только ради победы. Интересен, прежде всего, обмен опытом. Искать новые формы взаимодействия с детьми, наполнять занятия интересными элементами, самой включаться в это творчество. И для меня занятия и педагогическая деятельность – это не только то, что я учу детей, я учусь уча. И сама в процессе своей педагогической деятельности много рисую. Отборочный этап Анастасия прошла с другими шестью педагогами дополнительного образования. Они участвуют в одной номинации. Всего в конкурсе их восемь. В каждой жюри определит трех лучших участников. Они пройдут финал, чтобы побороться за победу и попасть в суперфинал. По его итогам выберут абсолютного победителя конкурса. Полина Хоречко, Константин Пестерев, Большой город.